Ребяточки, привет! Я Джосни, я носитель английского языка. И я такой человек, которому очень часто тяжело вспоминает русские слова. Когда я просто какого-то слова не знаю, то я просто пытаюсь фонетически перевести его с английского на русский. И, если честно, эта стратегия часто успешно получается. Computer, Computer, Organization, Organizacja. Но всё ещё есть английские слова, которые звучат почти одинаково на русском языке, но имеют совсем разные значения. Так что давайте вместе поохотимся на этих шпионов. Первое, это вроде самое смешное. И я только об этом говорю, потому что у меня тут была русская подруга, у которой была неловкая ситуация именно из-за этого недопоминания. Русские слова презерватив не будет preservative на английском языке. Английский preservative означает консервант, а русский презерватив будет contraception. И поэтому, когда она в магазине взяла в руку консервированные блага, ну, консервированные продукты, и прочитала наметки, No additional preservatives added, она просто офигела. Как стыдно. И дальше, гимназия. Гимназия в английском языке не будет гимнезия. Потому что английский гимназия – это спортзал, где люди занимаются гимнастикой. Ну, блин, было так забавно в России, когда мои студенты мне сказали, что они учатся в гимназии. Я себе думал, блин, какое у вас крутое образование в России. Я же просто представлялся, как дети бы прыгали на батутах во время урока математики. Две плюс две равно четыре. Как это же было бы смешно. В английском гимназии скорее переводится как grammar school. Ну, вообще у нас нет таких, поэтому у нас даже нет слова, но я бы сказал, если я должен это был человеку объяснить, что это такое. Grammar school. Вроде это самое лучшее. И теперь lunatic. Какое же забавное слово. В английском языке lunatic не будет lunatic, а sleepwalker. А английский lunatic это сумасшедший человек. Ты больной, что ли? Сумасшедший человек, это человек, который переехал из запада в Россию, учил русский язык. И в середине января в Новосибирске, когда температура была минус 48 градусов, потерял куртку, но все-таки ходил по городу по футболке. Ну, это, конечно, не был я, просто пример случайно придумал. Совпадение. Я обещаю. И дальше. Smoking. Если вы буквально по бокам переводите это слово на английский, то это слово пишется одинаково, как smoking. Но английский smoking это курение. А smoking скоро переводится как taxero или blazer. Запомните, друзья. А дальше слово стул. В английском языке не будет стул, а chair. Это и для меня получается тяжело запоминать, потому что когда я слышал русское слово стул, Я всегда забывал, как это правильно на английском будет, потому что я думал, что вы говорите о стул. Как мне не стыдно. But hey, guys, that's it for this video, but I truly and sincerely hope that you enjoyed every last little bit of it. И если ты любишь английский язык настолько сильно, как я вас всех люблю, то не забудете подписаться на канал. All the cool kids are doing it, so why aren't you? И мы увидимся в следующем видео. Later!